Вахруши, здравствуйте. Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер задержан и теперь по совместительству имеют статус главы преступного сообщества, как следует из уголовного дела, возбужденного в отношении него еще 18 человек. Среди них, только вдумайтесь, двое заместителей Гайзера, Константин Ромоданов и Алексей Чернов, член Совета Федерации и бывший депутат Госдумы от Коми Евгений Самойлов, а также Павел Марущак, отвечающий в правительстве за работу информотдела. В Петербурге задержали спикера республиканского парламента Игоря Ковзеля. Неужели все руководство республики, одна большая банда, которая, как сообщают следователи, действовала с 2006 года? Судя по кадрам обысков, в московском кабинете Вячеслава Гайзера это просто копирка с его бывшего коллеги, губернатора Хорошавина. В сейфе стопки денег, в шкафах десятки часов элитных брендов. По мнению некоторых знатоков, иные стоят не меньше миллиона долларов. Рядом запонки из золота и платины, инкрустированные бриллиантами. В шкафу проект приобретения самолета на нужды народа, разумеется. И учредительные документы компаний на Кипре и Сейшелах. Ну и без дорогой золотой ручки не обошлось. Целью деятельности возглавляемого Зарубиным, Гайзером, Черновым и Веселовым преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственного имущества. Казалось бы, прошедшие не так давно громкие задержания и обыски у губернатора Сахалинской области Хорошавина должны были, мягко говоря, намекнуть нечистым на руку чиновникам, мол, избавляйтесь или прячьте. Напомню, в кабинете Александра Вадимовича стражи порядка обнаружили незадекларированных ценностей аж на миллиард рублей. Там были и ручка за 36 миллионов, и украшение, усыпанное бриллиантами, и даже одеяло за 50 тысяч долларов. В кабинете главы Коми Гайзера, конечно, поскромнее, но это лишь представительство в Москве.